28 апреля Всемирный день охраны труда. По инициативе профсоюзов его отмечают более сотни стран. В рамках акции проводится мероприятие памяти погибших на производстве. В Украине их организовывает Государственная служба по вопросам труда. Каждый год в этот день сотрудники Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Одесской области приходят на Алексеевскую площадь к эмариалу погибших в результате несчастных случаев и аварий на производстве. Молимся о покаянии душ усопших рабов Божьих, всех погибших в результате несчастных случаев и аварий на производстве. И о ежепроститеся им, всякому согрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Опасные ситуации могут возникнуть в любой сфере деятельности и везде есть свои нормы техники безопасности. Наиболее травматичные промышленные предприятия с большим количеством специального оборудования. Особого внимания организации и обучения кадров требует энергетика, нефтегазовая отрасль и строительство. С охраной работы станет стабильный. Наше управление действует нагляд за охраной работы по Одесской области. Конечно, есть много нюансов, которые хотелось бы, чтобы они были лучше. Но в целом, непоганый управление работает с действием нагляд за охраной работы. Народ становится более внимательным, работники внимательнее, работодатели более внимательнее ставятся к охране работы. Больше усилий прикладается для того, чтобы меньше было травматизма и меньше несчастных случаев на оборудовании. Усложнение промышленных технологий и анализ причин несчастных случаев на производстве подталкивают к изменению законодательной базы охраны труда. Какой бы совершенной ни была система охраны труда, остается в силе золотое правило. Прежде чем что-нибудь сделать, семь раз отмерь. Правила пишутся не зря. Александр Виноградов, Андрей Терешенко, телекомпания «Круг». Продолжение следует...